Так, все, я включила запись и начинаем наш третий вебинар по тренингу «Осознанное родительство» или «Воспитание осознанности». И сегодня я снова отвечаю на ваши вопросы, и сейчас я их открою. Так, и первый вопрос у нас. Если я ем немного сладостей, это тоже зависимость. Я люблю пить чай хотя бы с одной конфеткой, это можно назвать зависимостью. Ну, смотрите, я на прошлом вебинаре, в принципе, уже говорила, что есть потребность, и по этому поводу сегодня как раз много вопросов, да, есть потребность, есть зависимость. Вообще, сладкое для женщины – это необходимость. И когда женщина не любит сладкого, на самом деле это вопрос к ее женственности. Когда женщина балует себя сладкими, сладостями, это замечательно, это здорово, это положительно влияет. Безусловно, зависимость тоже отличается зависимость от, ну, просто от любви к сладкому, скажем так. Зависимость – это когда меня начинает, там, я не знаю, раздражать, к примеру, если я, там, не поела какое-то пирожное, если я не съела какое-то пирожное, а мне очень хочется, и меня, ну, я не знаю, там, накрывает волна агрессии, к примеру, да, и я начинаю, там, злиться, психовать, нервничать как-то, потому что мне хочется вот что-то съесть, сладкого там, или вообще что-то съесть, да, вот мы про еду говорили. Вот это вот зависимость. Причем, если конкретно о сладостях говорить, то здесь еще вопрос здоровья может быть, да, то есть, ну, нужно проверить сахар, если вот так вот к сладкому, например, тоже, да, там, гнев, агрессия, не просто к еде, а конкретно к сладкому, то это нужно на сахар себя проверить. Вот, а так, когда, в принципе, я не особо любитель сладкого, но так иногда прям очень-очень хочется, и зависимостью это точно невозможно назвать, поэтому вот то, что девушка пишет, что она ест немного сладостей и любит пить чай хотя бы с одной конфеткой, это нормально. Ну, скажем так, если при этом сахар, там, я не знаю, 8 ложек сахара не намешано в чай, и еще съедать конфетку с чаем с таким, да, то как бы здесь вот тоже вопрос к здоровью. Здесь даже больше, вот, как я уже сказала, не к зависимости вопрос, а к здоровью, потому что вот такая необходимость сладкого, это, скорее всего, ну, поджелудочная требует этого сахара, а почему она требует, это уже вопрос к врачу, это точно не о зависимости. Вот, поэтому, если у кого-то есть потребность съедать что-то сладенькое, особенно для женщин, для женщин это классно, это нормально, это адекватно, это здорово и это супер-пупер важно. Сладенькое, хотя бы иногда себя баловать сладеньким. Я вот, например, 3 года не ем сахара вообще, но я могу позволить себе какой-нибудь тортик там, соответственно, ну, чаще всего там сахар задержится, да, ну, или там какую-нибудь пироженку, там, ну, еще что-то, какую-то вкусняшку, допустим. Я это ем очень редко, но сахара в доме у нас нет уже 3 года. Мы едим мед, то есть вот из сладкого, да, у нас все на меду. Вот, ну, вот как-то так, я думаю, понятно объяснила. Дальше. Кто подключается, пожалуйста, выключайте сразу звук. Следующий вопрос. По второму уровню есть вопросы. У меня есть зависимость от мнения мамы. Прежде чем что-то делать, у меня возникает мысль, как мама будет на это реагировать. Даже если я принимаю решение самостоятельно, страх осуждения присутствует. Вопросы, как с этим работать, как сепарироваться и экологично взаимодействовать без чувства вины и страха осуждения. Ну, смотрите. Зависимость от мамы, да, она существует, к сожалению. И это одна из сильнейших зависимостей, которые люди чаще всего даже не замечают. Мы говорили о... Когда мы говорили о втором уровне, мы говорили с вами о взаимодействии с родителями. И когда мы очень тесно связаны с родителями, не просто потому, что мы их любим, к примеру, они нас, а мы их, да, и мы там общаемся очень тесно. А когда вот идёт такое взаимодействие, что я без мамы не могу принять решение. Я без мамы не могу самостоятельно что-то сделать, куда-то пойти. И надо позвонить, спросить у мамы, а вот подходит ли мне вот этот молодой человек. Ну, и так далее, и так далее. Вот это уже зависимость, да. И эта зависимость очень серьёзная. И здесь, конечно же, нужно прорабатывать. Здесь в первую очередь... Здесь, знаете как, очень сильно, однозначно будет связана... Одна из причин, скажем так, вот этой проблемы, она будет связана с любовью к себе. То есть, когда я не люблю себя, безусловно, мнение окружающих людей на меня очень сильно будет сказываться. Мнение родителей, особенно мнение мамы, очень сильно влияет в таких ситуациях вообще. И, безусловно, от мнения мамы необходимо сепарироваться. И вот этот разрыв, он обязательно должен произойти. Иначе вы не выйдете на следующий уровень. Вы не сможете быть счастливыми. Вы не сможете достичь каких-то успехов, серьёзных успехов, вообще каких-то достижений серьёзных в своей жизни. Вряд ли вы достигнете, если будет привязка к маме. Поэтому, безусловно, с этим нужно работать обязательно. Как с этим работать? Здесь вопрос, ну, скажем так, в первую очередь мы пересматриваем вторую часть, вернее, второй уровень, да. То есть, что такое второй уровень, с чем мы там работаем, да. Это ответственность, в первую очередь. Ответственность принять решение и самостоятельность вообще принятия решения. То есть, вот я самостоятельно принимаю решение и разрешаю себе это решение воплотить в жизнь. То есть, не просто принять его и сидеть, думать, вот делать, не сделать. Этого мало, да. То есть, я сказала и сделала. При этом будет это, знаете, это как наркотик. Будет, безусловно, сильное желание позвонить маме, спросить, к примеру. Или страх, ой, я сейчас вот это сделаю, а что мама скажет, и вот девушка написала, да. Чувство вины и страха осуждения сразу же возникает. Да, безусловно, оно будет возникать. И первое время оно по-любому будет возникать, потому что вы привыкли вообще. Вы по такому сценарию живете уже много лет. Там порядка 30, там плюс-минус, да, я не знаю, сколько лет. В любом случае, очень многие люди живут по такому сценарию. И когда мы живем этими сценариями, безусловно, выйти из них, это достаточно такой серьезный труд. В любом случае, это можно сделать. Вот это вот самое важное. Сделать это можно. Научитесь самостоятельно что-то делать. И, ну, еще раз повторюсь, я нашла очень серьезный инструмент. Это гипнотерапия. И благодаря этому инструменту не нужны годы, чтобы сепарироваться, к примеру, от той же мамы, например, да. Не нужны годы, достаточно иногда даже одного сеанса достаточно для того, чтобы решить какую-то проблему, которую вы годами уже не можете решить, да. Тот сценарий, просто развернуть его, повернуть вообще в другом направлении и, может быть, даже в обратном направлении, да, чтобы он работал. Так что вот есть у вас, ну, как минимум два инструмента сейчас дала, да, это вот самостоятельность, ответственность, принятие решений, ну, и, собственно, страх будет, конечно, будет. Но это просто, знаете, приучайте себя к тому, что вы сделали. Ну, сказала, ну, сделала, ну, и что, ну, мама, ну, мама она мама. Научитесь принимать себя такой, какая вы есть. Пока мы себя не принимаем, на нас будет очень сильно влиять чужое мнение, в принципе, не только мамино, но и мнение других людей. Поэтому научитесь принимать себя. Это очень важно вообще в жизни любого человека. Следующий вопрос. Можно ли исключать родителей и других родственников из своего окружения? Очень такой, знаете, интересный вопрос, очень такой глубокий вопрос и тема достаточно серьезная. В первую очередь очень страшно людям даже подумать порой, что они могут, ну, не общаться, к примеру, с родителями, да. Я знаю людей, которые категоричны в этих отношениях с родителями и вообще даже слышать не хотят ничего о родителях. Родители прежде всего это боль. Это всегда боль. Это для каждого человека это боль прежде всего. Причем боль очень глубокая. Чаще всего мы вырастаем вот в этих вот сценариях, родовых таких сценариях, именно благодаря родителям. И та боль, и те обиды, чувства вины, зависимости. И вот это вот все-все-все, о чем мы с вами вообще проходим в этом тренинге, она как раз возникает. Вот эти вот все проблемы, скажем так, они в первую очередь возникают как раз из-за родителей. И там боли очень много. Хотя люди привыкли, знаете, ну, как я говорю, отмазывать, оправдывать родителей в своих же глазах. Ну, вот мама там меня вот гнобила, к примеру. Ну, конечно, у меня же характер такой тяжелый. Ну, да, или там еще какие-то находятся объяснения, почему мама ко мне так плохо относилась в детстве. Почему мама меня там не любила. Почему мама там тот или тот делала или не делала. Поверьте, я на своих консультациях переслушала очень много разных вариантов вот этих вот оправданий. Причем оправданий не себя, оправданий других людей. Почему они поступают по отношению ко мне вот так плохо, понимаете. И вот эти вот оправдания, на самом деле, это, ну, это очень серьезная такая зависимость, опять же, да, от мнения других людей. Вот, и здесь нужно понимать, что очень важно просто понять и принять, что зависимость от родителей и отношения с родителями, они должны быть глубоко внутри вас. Вы можете вообще не общаться с родителями, но смотрите, какой момент, который вам нужно знать. Родителей, да, вот необходимость, уважение к родителям, она существует всегда, везде и для всех. И даже в тех случаях, когда родители ужасно плохо поступали со своими детьми, когда там, я не знаю, били, насиловали, вот, ну, и так далее, и так далее, да. То есть очень много действительно есть таких страшных вещей, которые делали родители со своими детьми. Но очень важно, как вы внутри относитесь к своим родителям. Не просто так бессмысленно оправдывать их, не нужно их оправдывать. Если они причинили боль, если у вас очень много обид на них, это нужно всё прожить, пережить, и мы с вами ещё будем это проходить. Это нужно всё пережить и отпустить, чтобы этой боли внутри вас не было. Это вы делаете не для родителей. В первую очередь вы делаете это для себя самих. Это очень важный момент, это нужно понимать. И неважно, вы вместе с родителями общаетесь, взаимодействуете, но при этом у вас внутри ненависть, злость, обиды, раздражения и так далее, и так далее. Это тоже ненормально, понимаете? Поэтому неважно, насколько вы близки с родителями или с другими родственниками, со своим окружением, да, либо далеки. Это вообще не имеет никакого значения на самом деле. То есть, если, допустим, бывает такое, что мама вампир. Реально, очень много мам вампиров, причём очень серьёзных вампиров. И пока человек находится в поле своей мамы, вот такой мамы, вампирской такой мамы, да, у него не будет реализации, у него не будет успехов. Это будут, знаете, как кандалы, которые человек самостоятельно на себя оденет и будет рядом с мамой. Ну, это же мама, это же родители, их же нужно уважать, их же нужно любить. Смотрите, уважать и любить можно просто уважать и любить, но при этом не общаться, вот даже не звонить. Понимаете разницу? Можно продолжать любить и уважать родителей, но не общаться с ними вообще. И я хочу, чтобы вы вот эту вот тонкую грань просто себе в голове как-то вот усвоили, вот эту грань. Потому что многие сразу начинают возмущаться, как же так, я не буду. Вот просто поверьте, когда родители вампиры, когда мама вампира, чаще всего это мама именно бывает, да, вампиром. Когда мама вампир, вот просто в душе проживите всю боль, отпустите её, эту боль, к маме. Проживите эту боль, эти обиды, простите маму, поставьте её как родителя на пьедестал в качестве такого, ну, наставника уважения и благодарности за то, что она дала вам жизнь. И всё. И на этом вы можете просто не общаться с ней. При этом вы можете испытывать к ней любовь и уважение. И неважно, общаетесь ли вы с ней или не общаетесь, или с другими родственниками. Главное, что внутри у вас, к родителям, уважение и любовь. Всё. Поэтому, насколько вы будете взаимодействовать, вот там, по телефону каждый день, обязательно позвонить, пообщаться, что-то спросить, что-то узнать и так далее, и так далее. В этом нет необходимости. Понимаете? Если родители готовы развиваться, это супер, это здорово, помогайте им. Если родители не готовы развиваться и при этом тянут вас вниз, причём очень сильно тянут вас вниз, поверьте, ничего страшного не произойдёт. Если вы просто разорвётесь с ним эти отношения, с родителем, я имею в виду, или с обоими родителями. Если вы просто разорвётесь с ними отношения, страшного ничего не будет. На вас не прилетит карма. Опять же, главное, как вы внутри относитесь к этим людям. Вот и всё. Если у вас есть уважение, если у вас нету злости, обиды, раздражения и так далее, и вы хотите отомстить за то, что там вот с вами плохо поступали в детстве, значит, всё нормально. Я надеюсь, понятно, да, вот эта вот разница. Здесь смысл не в том, чтобы вот, ну, общаться, разговаривать обязательно, да, а смысл в том, что внутри вы испытываете. Потому что вы можете общаться, но при этом внутри будете ненавидеть этих людей. Это ещё хуже. Лучше вы отпустите их, сепарируйтесь с ними, с родителями. Простите их и посылайте им любовь свою, из своего сердца. Но живите очень-очень далеко от них. И даже не отвечайте на телефонные звонки. Ну, опять же, не просто так. А если действительно там мама вампирище, бывают очень серьёзные вампиры, когда мама достаточно взрослая, да, уже такая старенькая бабушка, у неё свои там процессы происходят в жизни, в голове, и вы с этим уже ничего не можете сделать. Но пока вы не оторвётесь полностью именно от взаимодействия с ней, у вас ничего хорошего в жизни не будет. Такое бывает. Не надо из вас каждому на это обращать внимание, просто имейте в виду. Это можно отдельно спросить, если у вас конкретно с вашей мамой какие-то нюансы, скажем так. Лучше отдельно спросите. Мы обговорим и обсудим эти ситуации. Так, ну я надеюсь, достаточно полно ответила я на этот вопрос. Следующий вопрос. Чем воспитание мальчика отличается от воспитания девочки? На что обратить внимание в воспитании сыночка, чтобы он вырос таким, как я хочу? А сейчас сыну два года и три месяца. Ну, смотрите. Во-первых, мы об этом ещё дальше будем говорить. Сейчас я не помню, наверное, на второй ступени. Да, скорее всего, на второй ступени это будет, когда вот мальчики, девочки, да, вот эта вот разница в воспитании, в общении. Хотя я периодически это проговариваю. Какие-то нюансы на каждую тему всегда есть. На что обратить внимание в воспитании сыночка, чтобы он вырос таким, как я хочу? Ну, вот это вот самая первая ошибка мамы. Таким, как я хочу, не надо. Не надо растить сына, как я хочу, чтобы он был таким, как я хочу. Это уже ошибка. Это самая первая ошибка родителей, мамы особенно. Дело в том, что я, по-моему, уже говорила эту фразу, да, вот мне очень она откликнулась. Я не помню, у кого я её услышала первый раз. Мать, ну, вообще женщина, она рожает сына, а воспитывает мужчину. И на самом деле точно так же вы воспитываете своего мужчину. Это вот касается всех женщин. Взрослого мужчину, своего мужа, своего мужчину. Вы воспитывать должны точно так же. Вот представьте, как бы вы своему мужу сказали бы какие-то вещи. Вот точно так же их нужно говорить своему сыну. Или наоборот. Как бы вы сказали своему сыну какие-то вещи, вот точно так же их нужно говорить. С такой же любовью и нежностью нужно их говорить своему мужчине, своему мужу. Понимаете? Женщина воспитывает мужчину. И только женщина может воспитать мужчину. Не таким, как я хочу, а настоящего мужчину. Таким, как я хочу, возможно, у меня есть неправильное понимание, что такое мужчина и каким он должен быть. Понимаете? Поэтому не надо воспитывать таким, как я хочу. Вот это вот самая первая ошибка. Ну, надеюсь, понятно. Мы об этом еще будем говорить, поэтому немножко терпения. Придем мы к этой теме, когда мы будем об этом говорить. Еще следующий вопрос. Как сделать, чтобы дочки стали со мной еще ближе? Дочкам 20 лет, 10 лет. Смотрите. В первую очередь, это посыл любви от мамы. Посыл любви и отсутствие жесткого контроля. Контроль у мамы должен быть только на уровне заботы. И, по-моему, на прошлом вебинаре мы разговаривали с вами, и я говорила вам, как нужно научиться контролировать не человека, а ситуацию. Вот учитесь контролировать не людей, а ситуацию. Это очень важно. Потому что, когда мы контролируем, в первую очередь, наш контроль, он относится к нашим детям. И, когда мы контролируем своих детей, мы не замечаем, как много боли с этим контролем мы им причиняем. Мы не замечаем, как много границ и рамок мы переходим в общении со своими детьми. Нам кажется, что это нормально, это адекватно. Меня же так же воспитывали, и так же не должно быть, и так далее, и так далее. Понимаете, как и что должно быть и не должно быть, этого вообще никто не знает. Поэтому все ваши «я знаю, как должно быть» – это глупости, это иллюзия. Причем это ваша личная иллюзия. И не нужно думать, что все, что вы знаете об этом – это истина в первой инстанции. Вот это вот самая такая основная, наверное, ошибка каждого человека. Когда я что-то знаю, и когда я в чем-то уверен, мне кажется, что это вот прям истина в первой инстанции, и по-другому быть не может и не должно. Понимаете? Вот, поэтому, чтобы дочки стали к вам ближе общаться, перестаньте их контролировать, перестаньте к ним придираться, перестаньте… Давайте больше любви, давайте больше заботы. Вот ваш контроль должен ограничиться заботой. Понимаете? Не контролем как таковым. Ты сделала уроки, ты сходила туда, а ты вот туда сходила, а ты сюда пришла, а ты это одела, а ты там покушала, а ты вот здесь убрала и так далее, и так далее, и так далее. Перестаньте вот это вот делать. И поверьте, ваши дети будут… Когда вы будете дарить любовь и заботу, и внимание своему ребенку, не важно, сколько ему лет, не важно, ему 5, 15 или 35 уже, в любом случае, любой ребенок, он нуждается всегда… Это потребность заботы и любви к нему, особенно со стороны мамы. Ну, отца тоже. Ну, как бы мы сейчас… Больше сейчас о маме, да? Вот, поэтому это очень мощный такой инструмент научиться контролировать ситуацию, а не ребенка. Поверьте, как только вы начнете это применять в своей жизни, вы увидите очень много серьезных результатов. Вы начнете видеть и понимать. Чаще всего мы не замечаем… Особенно, кстати, когда есть мальчик, и мама очень любит мальчика, ну, сына, и есть, например, дочка. Чаще всего, вот здесь вот как раз кроется очень много ошибок, которые совершают мамы по отношению и к сыну, и к дочери. К дочери меньше внимания и больше придирок. К сыну больше таких… Излишней опеки. Излишней заботы, излишней опеки. Хотя должно быть наоборот. Ну, не в смысле придирок, да? Придирок вообще не должно быть к детям, ни к мальчикам, ни к девочкам. А в смысле того, что, ну, некий такой… Какая-то строгость может быть, да, там… Это нормально. Но любовь и внимание обязательны. Понимаете? Любому ребенку, мальчику или девочке. Любовь и внимание и отсутствие жесткого контроля. И вот эта вот ваша любовь, внимание и эта мягкость, она будет сближать вас. Реально сближать. Когда я, как я вот вам рассказывала, да, про свою историю, свою ситуацию с дочерью, поверьте, я тогда работала не с дочерью. Я не работала над отношениями с ней. Я работала над собой. Я училась контролировать себя, чтобы не контролировать ее. Потому что контроль – это такая жесткая штука. И когда есть привычка контроля, от нее очень трудно избавляться, поверьте. У меня есть этот опыт. Это очень трудно. Но когда у вас есть мотивация, серьезная мотивация, и вы понимаете, что это необходимость по-другому, ну, не знаю, что по-другому. Что-то случится, если я ничего не сделаю прямо здесь и сейчас. Когда есть такая мотивация, то, конечно же, будет и желание, скажем так, и ресурсы к вам придут, и желание будет, чтобы научиться контролировать саму себя. Как маму, как родителям. Так, следующий вопрос. Моя 21-летняя дочь говорит, что я зависима от любви окружающих. Но чувство, что меня все любят. Меня всегда. Кроме мужа. Я чувствую, что его любовь к сестре гораздо больше. Это зависимость. Смотрите, по поводу любви окружающих. Это вот опять к той же теме, что и... Что такое потребность и что такое зависимость. Здесь больше, наверное, говорится о потребности. И если дочь говорит, что ты мама зависима от любви окружающих, скорее всего, вот это... Нету... Не закрыты те потребности в любви и внимании с детства. Поэтому очень хочется, чтобы меня похвалили, чтобы на меня обратили внимание, чтобы там, может быть, меня обняли. Да, ну то есть, смотря какой язык любви еще у вас. Ну, о языках любви мы тоже будем говорить. И когда мне важно, чтобы со мной общались вот там на моем языке любви, а это очень важно, и я этого не получаю, ну, безусловно, здесь появляется эта потребность. Она возрастает все больше и больше. Я знаю людей, которые очень сильно... Сейчас скажу. Они очень много хвалятся перед другими людьми, но не для того, чтобы там, ну, понты какие-то там навести, да, а потому что им не хватает любви их самих. Ну, то есть, чтобы их... На них обратили внимание, что их любят, что их ценят, что им об этом говорят, им этого не хватает. И они, ну, естественно, начинают это требовать таким образом, да, то есть они хвалятся и вроде как бы компенсируют, пытаются компенсировать. Это не компенсируется таким образом, но они пытаются через вот эту вот похвалу самих себя компенсировать вот эту вот любовь окружающих людей, что типа, ну, вот же, меня же любят, вот же, меня же принимают, понимаете, и вот этот человек очень много хвалится. Это просто нехватка, это независимость. К зависимости как таковой это не имеет никакого значения, вот поэтому в этом плане нет, это независимость, это больше относится к потребности. Ну, здесь нужно работать с любовью самой себя. есть нелюбовь к себе, есть отсутствие любви к себе. Здесь нужно вот с этим работать больше, на это обратить внимание. Следующий вопрос. Ответственность. Это сказал, сделал, я запланировала, но три года не могу купить себе новую зимнюю обувь. То размер не подходит, то колодка не моя, то нет времени по магазинам ходить. Если я сказал, сделал, получается, я не сделала, или мы говорим про другую ответственность. Ну вот, если конкретно говорить об этих ситуациях, которые вот вы привели, пример, да, что там нужно обувь купить, а вот там то одно не так, то это не так, то то не так, то здесь опять же вернемся к нелюбви к себе. Я себя настолько не люблю, что я могу кучу причин найти, почему я не купила себе вот это. На самом деле мне жалко просто тратить деньги на себя. Я просто как пошла, как взглянула цены на ту обувь, которая мне нравится. Ужаснулась, мне жалко на себя это потратить, и я начинаю искать другую обувь, которая по цене меня бы устроила, но при этом она мне не подходит по размеру, она мне не нравится, она мне это, она мне то, она мне пятая, десятая, понимаете? Это опять же из-за нелюбви к себе, это, ну, как бы, это не о зависимости, это если вот конкретно об этом говорить. Вот. Поэтому здесь, ну, ответственность, понимаете, вот что такое ответственность? Очень важно еще понять, очень много ответственности мы испытываем к другим людям и совершаем, скажем так, к другим людям, к другим событиям, ситуациям, мероприятиям и так далее. Вот, ко всем, но не к себе. Вот это вот тоже очень важный момент. И когда у меня нет любви к себе, и вот здесь как раз включается эта сторона медали, да, про ответственность, я к себе безответственно, понимаете? То есть я к себе отношусь безответственно в тот момент, когда я себя не люблю. И если мне уже, я три года не могу себе купить новую зимнюю обувь, если вот с этой стороны, то это говорит о безответственности. И здесь даже не в том дело, что я там себе сказала и не сделала, понимаете? А в том, что на самом деле я безответственна. Ну, смотрите, я другой пример приведу, чтобы прям сравнить, что вы смогли бы сравнить и сразу у вас включится пазл вот этот сойдется. А если бы это был мой сын маленький, к примеру, ну, наверное, я бы сразу нашла и возможность, и деньги, и все понравилось бы, и я бы купила. Согласны? Или к дочери, или мужу, или кому-то. То здесь бы у меня ответственность включилась. включилась, скорее всего, согласны? Но когда я к себе вот так отношусь, да, это тоже безответственность. Поэтому, смотря вот с какой стороны смотреть, ну, в принципе, наверное, все равно мы к безответственности все равно придем, скажем так. Поэтому научитесь быть ответственными прежде всего перед самими собой. Это очень важно. Научитесь отвечать за свои слова перед собой. Если я обещала себе и не сделала, это безответственность. Да, это безответственность. Поэтому важно, важно себя любить, важно к этому идти. Это очень важно. Без этого, ну, на самом деле, из-за этого у нас очень много проблем. Когда мы себя не любим, не ценим, не уважаем. Мы терпим недостойных мужчин рядом с собой. Мы терпим, когда к нам неадекватно относятся, и мы это проглатываем. Мы терпим нелюбимую работу. Мы терпим неадекватные отношения вообще любого человека. не то, что близких там, вот он мой муж же. Мы же у нас же дети и так далее, и так далее. Это не любовь к себе. Это очень серьезная проблема вообще. Ну, нашего века точно это очень серьезная проблема. Практически нет людей, которые себя действительно любят. прям вот от и до, как говорится, на 100%, чтобы прям себя любили. Таких людей практически нет. Всех надо лечить от нелюбви к себе. Всех. Так что давайте лечиться вместе. Так, и следующий вопрос. Три года назад сделала сыну подарок на 25-летие альбом. Одну страницу недооформила. Вспоминаю периодически, но не делаю. То ли нет вдохновения доделать, то ли не понравилась реакция сына на альбом. Или это у меня опять сказала не сделала. Ну, нужно, да, скажем так, мало входных данных, чтобы прям однозначно вам ответить. Ну, давайте порассуждаем. вот фраза, что не понравилась реакция сына на альбом. Возможно, имеет место быть, потому что внутреннее, когда, опять же сюда, когда я себя не люблю, я себя не ценю, и вот я вроде старалась сделала, но что-то как-то вот он не так отреагировал. и вместо того, чтобы пойти спросить, сынок, тебе вообще этот альбом понравился, он тебе нужен, мне его доделывать, мы начинаем стесняться, мы начинаем себя винить, какое-то чувство вины за то, что я что-то не то сделала, как ты не так сделала, я вот хотела, как лучше получилось, как всегда, как в том анекдоте, ну и так далее, и так далее. И вот этого, конечно, оно имеет место быть очень часто. Поэтому опять же возвращаемся к нелюбви к себе, ну и отсюда здесь больше, наверное, не о безответственности, а о нелюбви к себе прям конкретно, потому что у меня почему-то не хватает смелости просто задать прямой вопрос. Сынок, мне доделывать этот альбом или он тебе вообще не нужен, он тебе не понравился? Может быть, в тот момент, когда вы показали или сказали сыну о подарке, о таком подарке, да, но я не знаю, но может быть, он в этот момент о чем-то подумал и как-то вот, ну, не так улыбнулся, как вы бы хотели. Это были ваши ожидания. Возможно, у него были другие мысли по этому поводу, но мы же сами себе накручиваем очень много лишнего и и сами себе придумываем того, чего в принципе вообще нет. Поэтому просто задайте вопрос сыну, прям прямой вопрос сыну, потому что ну, по поводу вдохновения, его как раз и нет вдохновения, может быть, как раз именно потому, что вот это вот чувство собственной вины, что я не так сделала, я не то сделала, я старалась, старалась, а оказывается какая-то ерунда получилась. Не будет вдохновения, конечно, не будет. То есть оно было, скажем так, когда вы это делали, вы старались, вы там что-то покупали, время тратили, энергию, любовь вкладывали, заботились об этом, предусмотрительно что-то делали заранее, но как-то он не так посмотрел, то ли не понравилась реакция сцена на альбом, вот эта вот фраза прям сразу, она, безусловно, зацепила прям так сразу, да, ну, какое вдохновение может быть, если вы себе придумали, что альбом никудышный, вы сами себя уже оценили, что это все плохо, не будет вдохновения, не будет времени, не будет сил, включается вот это вот сказал и не сделал, а зачем делать, для чего, для кого, если ему не понравилось, просто напрямую спросите сына, сынок, нравится или не нравится, делать или не делать, и он ответит, пусть сам ответит, он ответит, и вы тогда примите решение доделывать вам или не доделывать, и все, представляете, вы уже три года в этом живете, есть такой притча такая, я вам сейчас расскажу, может быть, как-то вот кого-то штырит, как я говорю, идут два монаха, один молодой, другой старый, и они переходят, а у них такое, ну, типа постриг, там, да, правила определенные, и вот они не имеют права дотрагиваться даже до женщин, и вот они идут вдвоем, и подошли к какой-то, ну, речушке, и на речке, на одном берегу стоит женщина, и она не может никак перейти, потому что там, ну, смыло там мостик, там только вот камни какие-то остались, камни очень скользкие, и очень, ну, такой горный ручей такой, да, очень бурно течет вода, и женщина не может перейти, ей страшно, и вот она стоит на этом берегу, и никак не может перейти, ну, молодой монах, типа, ну, я ж тут, вот, у меня постриг я принял, да, у меня ж правила, я ж не имею право до женщин дотрагиваться, и, соответственно, он прошел мимо, старый монах, он берет женщину на руки, переносит ее через ручей, поставил ее, и они пошли дальше, и вот они идут, 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 какое-то время, долгое время идут, и молодой монах не выдерживает и говорит, ну, как же так, ну, вот вы же нарушили, вот, вот правила, там, да, вот, вы же не имели права вообще, вот, дотрагиваться даже до этой женщины, вот, и вот он прямо идет, изливает вот это вот возмущение, на что ему старый монах ответил, знаешь, я, говорит, женщину перенес и оставил там, а ты ее до сих пор несешь, и вот представляете, вы уже три года, или сколько там, ну, не важно, ну, короче, да, три года, вы уже три года носите вот эту мысль в голове, она тянет энергию, безусловно, у вас не будет ни энергии, ни времени, ни вдохновения ее доделать, потому что вы все время на нее тратите, понимаете, вот все три года вы о ней думаете, у вас энергия туда течет, я, по-моему, рассказывала, да, что такое незавершенки, как они работают, когда мы что-то начинаем делать, то мы даем себе обещание какое-то, да, вот, типа, я там хочу сделать альбом, к примеру, или я хочу прочитать книгу, и в этот момент открывается дверь на то дело, которое я хочу сделать, начинает моя энергия течь туда, в это дело, для того, чтобы дать мне ресурс доделать это дело, и вот эта энергия, дверь открылась, и энергия моя пошла, все, мысли, они уже сформировали эту идею, что мне нужно сделать, и как только я пообещала, что я сделаю, я запустила эту энергию, дверь открыта, и моя задача, чем быстрее я завершу вот этот процесс, тем быстрее я закрою дверь, и энергия перестанет туда идти, но я уже три года не доделываю, а энергия все-таки течет, я ничего не делаю, но энергия туда течет, понимаете, она утекает туда, именно утекает, потому что вы ничего не делаете, а энергию тратите, и так во всем, незавершенки это очень мощная деструктивная программа, которая нас тянет назад, нас тянет вниз, причем очень серьезно тянет вниз, поэтому обращайте на это внимание, и кстати, сейчас вот еще вот это немножко не сказала, по поводу любви окружающих, что вот чувствую, что меня все любят, меня всегда, кроме мужа, я чувствую, что его любовь к сестре гораздо больше, это зависимость, смотрите, по поводу вот мужа, вот несколько слов скажу, на самом деле, когда я не люблю себя, то мне кажется, что и другие меня не любят, понимаете, почему, как я уже сказала, это очень важный момент, что очень важно научиться себя любить, очень важно, учите себя любить, муж не будет вас любить, пока вы себя не полюбите, понимаете, не будет он вас любить, пока вы сами себя не полюбите, ну вот как-то так, но на сегодня у меня вопросы закончились ваши, если есть какие-то еще, то пишите, ну вопросов вроде больше нет, ну если вопросов больше нет, на все ваши, которые вы писали, я ответила, ну и на этом с вами попросить тебя, да, рада, Поль, привет, привет, Поль, ты знаешь, тут по ходу недели возник такой вопрос, дело в том, что мои детки уже оба могут заползать на кровать, где я сплю, и оба туда заползают, то есть Викушка, например, вообще только со мной засыпает, она ждет, когда я ей там что-то расскажу, погукую с ней, тогда она ложится спать, Русик раза три за ночь это делает, он просыпается, ему хочется и потом опять отправится спать. Я понимаю, что сейчас они очень маленькие, то есть там два года Микушке и Русику десять месяцев, но пройдет время, и это будет уже такой мужичок большой, который будет лезть, пытаться лезть к маме в кровать, и такая девица, который тоже будет пытаться. У меня вопрос, если дети реально вот так делают, их как-то нужно отучать от этого или не надо, и вообще в каком возрасте надо озадачиться тем, что они берут и хотят общаться со мной на ночь и ночью тоже. Как вот с этим быть? На самом деле сейчас тебе нужно успокоиться и принимать. Просто дари им свою любовь, спи с ними, ну, скажем так, не спи прям вот спи все время с ними, да, они, у них своя кровать, и это здорово, и пусть это так и остается, да, что у них есть где спать. Это их зона, да, такая спальная зона. У тебя есть своя кровать. То, что они к тебе приползают, это нормально. Даже сейчас просто у тебя нет мужчины, да, нет мужа. А когда будет мужчина и ты с мужем будешь в этом пространстве, да, то, в принципе, это тоже нормально. Дети еще маленькие, когда они там к папе с мамой залазают в кровать, да, и, ну, понежатся, повалятся, им очень нравится. Это нормально. Самое главное, просто пусть у каждого ребенка будет своя кровать, и они будут понимать, что это их кровать, что не с мамой нужно спать, да, то есть кровать мамина это кровать мамина. Вот, поэтому, ну, это точно не тот возраст, год и два, чтобы об этом вообще даже задумываться. обычно, ну, скажем так, до трех лет вообще можно об этом не задумываться, но, опять же, не так, чтобы спать все время с детьми, да, то есть у детей должно быть свое место спальное, вот это важно, и дети, чтобы это понимали. У тебя это, насколько я вот из того, что ты сказала, я понимаю, у тебя есть у каждого свое спальное место, и они просто прибегают к тебе, приползают по нежце около мамы. Это нормально, это здорово, и радуйся этому сейчас, потому что, поверь, будет такой момент, когда они, ну, особенно мальчик, да, он будет, сын стесняться уже и скажет, мама, ну ты что, а тебе будет хотеться, чтобы он полежал с тобой или посидел с тобой, чтобы там пообниматься, а у него придет такой период, когда он будет, ну, так, от тебя уже сторониться и говорит, мама, ну я уже большой, ну я уже взрослый, понимаете, поэтому кайфуй, кайфуй, наслаждайся тем, что дети сейчас в таком возрасте, что они с удовольствием к тебе липнут, лезут, обнимаются, спят с тобой, и потом сами, сами приползают, сами уползают, так что, пока не переживай, не волнуйся, это не тот возраст, в котором это, ну, за это нужно переживать, просто нужно знать, что у ребенка своя кровать, и он должен это знать и понимать, вот это самое главное. Поняла, Оль, благодарю, действительно, у каждого своя кровать, да, у Русика и у Вики, и они знают, что это их только их кровать, только Русик спит только в своей кровати, Викуша спит только в своей, и да, действительно, они сами умеют ползать обратно, по крайней мере, Викушка уже умеет, и Руслан тоже может слезть в его навыки. Ну, это их потребность в любви мамы, и если ты будешь их отгонять, выгонять и переучать, то им будет не хватать, им будет не хватать твоего внимания, твоей любви, вот они почувствовали, что им хочется твоей любви прямо сейчас, вот ночью проснулись и захотели твоей любви, и они приползли к тебе, полежали рядом с тобой, потом ползли, ну и пусть, это нормально, так что все хорошо, не переживай. Так, ну все, если вопросов больше нет, тогда я завершаю, запись будет, запись включила, ну все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok